Золотой голос России ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Десять лет назад, в самом начале своей вокальной карьеры, Артем Крутько уже выступал на сцене Большого зала Ленинского мемориала, собрав многочисленную аудиторию. За эти годы мастерство певца значительно возросло, голос окреп. В его репертуаре музыка эпохи барокко, сочинения современных композиторов, различные оперные партии. С 2019 года Артем Крутько – солист Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Он лауреат всероссийских и международных конкурсов, участник многочисленных фестивалей в России и за рубежом. На самом деле в России очень проблематичная ситуация для данного голоса, потому что опер не так много написанных. И опять же, я партии беру не контртеноровые русских, а забираю их и мэтс-сопран. Поэтому описались они изначально для мэтс-сопрана. Но так как это персонаж мужского пола, то почему бы и нет? Некоторые театры экспериментируют и на партию ставят контртенора. Концерт в Ульяновске для музыканта Владислава Муртазина не первый в текущем сезоне. В сентябре он уже выступал на сцене Ленинского мемориала, продемонстрировав во всей полноте звучание переносной электронный орган «Хауптверк». На этот раз в программе концерта звучала преимущественно барочная музыка, как светская, так и духовная. А то, на чем я буду сегодня играть, да, это электронный орган, но это орган, я часто говорю, нового поколения, ну я не знаю, поколение, это сэмплерный орган. Там звуки не создаются, там, как бы химически что ли, не синтезируются, они просто тупо записываются, вот известный орган какой-то сохранившийся, да, исторический называется, да, который не новодел, без переделок, а вот как здание какое-нибудь у вас есть в Ульяновске, которое полностью сохранилось с 19 века. Ну, разве что несколько славян штукатурки наложили, но если очистить его, вот, то получится вот аутентичное здание, да. Следующий органный концерт с участием Владислава Муртазина запланирован на февраль, а осенние гастроли 13 ноября продолжит Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии. Ирина Антонова, Новости Уллправда ТВ.